Николай Николаевич Носов. Заплатка. У Бобки были замечательные штаны. Зелёные, вернее сказать, защитного цвета. Бобка их очень любил и всегда хвастался. Смотрите, ребята, какие у меня штаны! Солдатские! Все ребята, конечно, завидовали. Ни у кого больше таких зелёных штанов не было. Однажды Бобка, полез через забор, зацепился за гвоздь и порвал эти замечательные штаны. От досады он чуть не расплакался. Пошёл поскорее домой и стал просить маму зашить. Мама рассердилась. Ты будешь по заборам лазить, штаны рвать, а я зашивать должна. Я больше не буду. Заши, мам, сам заши. Так я ведь уже не умею. Сумел порвать, сумей зашить. Ну, я так буду ходить, проворчал Бобка и пошёл во двор. Ребята увидели, что у него на штанах дырка и стали смеяться. Какой же ты солдат, говорят, если у тебя штаны и порваны? А Бобка оправдывается. Я просил маму зашить, а она не хочет. Разве солдатам мамы штаны зашивают? Говорят, ребята, солдат сам должен уметь всё делать. И заплатку поставить, и пуговицу пришить. Бобке стало стыдно. Пошёл он домой. Попросил у мамы иголку, нитку и лоскуток зелёной материи. Из материи он вырезал заплатку величиной с огурец и начал пришивать её к штанам. Дело это было нелёгкое. К тому же Бобка очень спешил и колол себе пальцы иголкой. Чего ты колешься? Ах ты противная, говорит Бобка иголки. И старался схватить её за самый кончик, так, чтобы не уколоться. Наконец заплатка была пришита. Она торчала на штанах, словно сушёный гриль. А материя вокруг сморщилась так, что одна штанина даже стала короче. — Ну куда же ты годится? — ворчал Бобка, разглядывая штаны. — Ещё хуже, чем было. Придётся всё заново переделывать. Он взял ножик и отпорол заплатку. Потом расправил её, приложил снова к штанам, хорошенько обвёл вокруг заплатки чернильным карандашом и стал пришивать её снова. Теперь он шил не спеша, аккуратно и всё время следил, чтобы заплатка не вылезла за черту. Он долго возился, сопел и кряхтел. Зато, когда всё сделал, на заплатку было любо взглянуть. Она была пришита ровно, гладко и так крепко, что не отодрайте зубами. Наконец Бобка надел штаны и вышел во двор. Ребята окружили его. — Вот молодец! — говорили они. — А заплатка, смотрите, карандашом обведена. Сразу видно, что сам пришивал. А Бобка вертелся во все стороны, чтобы всем было видно, и говорил. — Эх! Мне бы ещё пуговицы научиться пришивать. Да жаль, мне одна не оторвалась. Ну ничего, когда-нибудь оторвётся обязательно. Сам пришью. Субтитры создавал DimaTorzok